Доноры – люди самых разных профессий, рабочие, домохозяйки, преподаватели и студенты, спасатели, чиновники, программисты и художники – люди разных профессий. Их объединяет готовность поделиться частичкой себя ради сохранения здоровья и жизни незнакомого пациента. Сегодня, 14 июня, на базе Брестского обысполкома проходит акция, приуроченная к всему родному дню донора. Сегодня работает выездная лаборатория Брестской областной станции переливания крови на территории Брестского обысполкома. Данная акция направлена на то, чтобы привлечь внимание общественности, в первую очередь Брещан, и показать примерам чиновников, что данное мероприятие очень важно, и привлечь внимание общества к необходимости сдачи крови. Активное участие принимает в данной акции сотрудники Брестского обысполкома, как непосредственно руководители структурных подразделений, руководители обысполкома, так и рядовые сотрудники. Я думаю, что данная акция будет традиционной в последующие годы, и данная необходимость будет транслироваться всем и знакомым, близким, чтобы еще более массово привлечь наших здоровых и энергичных Брещан. 14 июня во всем мире отмечается День Донора. И, наверное, как вся наша страна, так и Брестская область, и город Брест, ну, не могут остаться в стороне от такого события. Донорство, наверное, в первую очередь, для чего это и как это нужно. Это нужно для того, чтобы спасать человеческие жизни. Это событие уже у нас становится традиционным, потому что и в прошлом, и позапрошлом году мы проводили такие мероприятия, и в этом, вы видите, количество участников донорства увеличивается. Поэтому хотелось бы сказать слова благодарности всем людям, которые понимают вопросы, связанные с сдачей крови, потому что реально это оказание спасения чьей-то жизни. Кровью донора воспользовалось уже не одна тысяча людей, а к процессу донации подключается все больше Брещан, и он бесспорно набирает обороты. А это значит, что запас донорской крови в Бресте увеличивается, а путь к сдаче крови продолжается. Значимость донорства сложно переценить, особенно со стороны медицинских работников, тех, кто непосредственно занимается спасением человеческих жизней, тех, кто непосредственно работает с компонентами крови, переливает ее. Поэтому медики знают, что это такое и как это важно, и как люди значимы, которые уважают общество. Я считаю, конечно, они должны быть примером для подражания людей, и примером сдачи крови, чтобы этому примеру последовало как можно больше населения, зная важность этого непосредственно для спасения человеческой жизни. Брестская область находится в передовых рядах, является одним из лидеров по сдаче крови и ее компонентов, но в том числе, я думаю, что и благодаря примеру медицинских работников, потому что если взять разные профессии, специальности, то, конечно, я думаю, что больше процентов доноров среди медицинских работников, издавая кровь непосредственно на станции переливания крови, очень часто видишь в своих коллегах. К сожалению, сегодня кровь мы не можем сделать, изобрести или добыть каким-то другим путем, только донорством. Поэтому, естественно, это необходимо, потому что есть очень много людей, которые по различного рода причинам нуждаются в этой крови. И поэтому сдача, она, естественно, должна быть и нужна. Быть донором – это почетно, ведь сдав кровь, вы определенно спасаете и спасете не одну жизнь. Так, в честь Всемирного дня донора в медицинском колледже прошло торжественное награждение почетных доноров, тех, которым миллионы людей в мире обязаны своей жизнью, которых вовсе не знают и никогда не видели. На сегодняшний день в Брестской области зарегистрировано около 13 тысяч доноров. Из них 20%, как правило, это первичные доноры. За 2022 год почетными донорами у нас стали заслуженно 562 человека. И сегодня в этом зале медицинского колледжа мы хотели бы поздравить наших дорогих доноров. В Брестской области около 13 тысяч, в городе Бресте – это 7-8 тысяч. После инфекции COVID-19 у нас наблюдается рост донорских кадров и именно первичных доноров, потому что этот период эпидемии COVID-19, он немножко вывел из строя систему, скажем, нашего планирования. Поэтому мы работали как в экстренном режиме, так и в плановом режиме. И вот в этом году мы уже наблюдаем тенденцию к увеличению доноров и в том числе почетных доноров. Зачастую, сдав кровь, единожды люди продолжают это делать и приобретают для себя новый статус – почетный донор. Тем не менее, каждый человек сам для себя принимает решение, быть донором или нет. Иван Вороновец является донором уже с 1991 года. Тогда его брат, которому было три года, нуждался в переливании крови. Иван Анатольевич уже тогда понял, что помогать людям – его призвание. И первой, чью жизнь он спас, стал и его младший брат. Когда трудовая деятельность началась моя, сначала в школе, как-то так пригласили попробовать вновь себя в этой стезе. Понравилось, потом понял, что и организм требует уже, да, и моральные какие-то аспекты, да, то, что нужно помочь людям, которые действительно нуждаются в переливании крови. Поэтому начал снова, небольшим перерывом начал снова сдавать кровь и до сих пор сдаю. Почетным донором я стал в феврале прошлого года. Для меня это в первую очередь помощь тем, кто нуждается в моей крови, в каких-то моих услугах и так далее. В первую очередь это, конечно, помощь людям. А все остальное тоже там. Я, когда до 20 апреля была безвозмездная сдача донорства, я практически всегда сдавал безвозмездно, потому что это не те способы заработка, которые помогают улучшить свое материальное положение и так далее. У меня мама сдавала кровь раньше, но после операции ей уже было запрещено сдавать. И от нее я знала, что она ходила, сдавала, помогала людям. И когда пришел на первую работу, у нас был медкабинет. И куда приходили, там, раз в три месяца и принимали кровь. И поэтому я об этом узнал, что можно мне сдавать, и моя кровь подходит для сдачи, и что нет никаких болезней. Стал сдавать и я, потому что хорошее дело. Тем более пока молодой, и все нормально, почему бы и нет. Мои дети спрашивают, папа, вот ты хочешь сдавать? А зачем? Для чего? И ты объясняешь, что моя кровь достаточно редкая, и она востребованная, поэтому я знаю, что она кому-то может быть помочь. Тем более, одно время мы сдавали кровь, и нам объясняли, что у меня есть антитела, которые могут помочь кого-то вылечить и убрать раковые клетки. Донор – это человек, который не просто отдает свою кровь, а любовь – это человек, который спасает чью-то жизнь. Поэтому особое внимание к таким людям – это лишь малая часть благодарности, которую они заслуживают.